так для тех кто в записи смотрят это это беда в общем у меня кстати умирает жесткий диск из-за этого под угрозой под угрозой была прошлая запись но вроде свеча мы ее вытащим экспортируем она появится добрый вечер всем кто в чатике отдельный пламенный привет только что я чуть не гуфнулся на на просто пробегал раз чтобы разом на размяться пробегал до рыцаря чтобы выбить щит щит со второй попытки выбил еще черного рыцаря но один разок было вообще печально все так замаз нет не гнилая либо карту скую карту ски и румяна либо короче сейчас попробуем размяться на демоне этом хоть и босс но босс с понятной мне механикой я просто буду ждать и оранжовых атак когда он там плюет огнем щит очень хороший резист имеет к огню поэтому в случае чего можно просто можно просто заблокировать главный не жестить с уроном поехали не интересует вполне конкретно его движение он ставит да вот так да вблизи я пробовал с ним свое время сражаться на второй фазе это совсем печально вот опять два удара давай делать будем чтобы иметь возможность свалить урон проходит хороший старый король демонов их зовут вот опять так это уже что вторая фаза пошла у него рановато что так это он стучит можно тоже его вот момент убивать а это круг не менее не так когда стучит когда фаерболы а и круг расходится я понял тебя вот опять можно под рукой прыгать о понятно как я тут застрять лоб расходится опять круг а и вот-вот в этот момент когда фаерболы летят можно пока он нацеливает эти фаерболы типа мог ох ты шьёжик да щит блокирует отлично урон огненный ушел ушел мне не хочу подходить на этот на это кольцо и он до перепрыгивать спокойно спокойно добиваем то есть меньше половины хп у него жду характерного движения не дожидаюсь сверху не достанет скорее всего о 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 Так, хорошо, есть время подхиляться. Кэрболы полетели. Вот оно дыхание, которое позволит мне пару ударов провести. Третий удар непонятно зачем я делал. Давайте попробуем поатаковать его сейчас. И от фаерболов уходим. Добро. Так, а это вокруг он делает, да? Тогда я отхожу от круга. Вот опять, хорошо. А, нет, не-не-не, нехорошо. Тут расходится. О, хорошо. Ну что, еле-еле просто убежал от этого кольца огня. А музыка какая. Ну что, опять реймидж? Нет. Опять кольцо. Попробую перепрыгнуть его. Не, я не перепрыгнул. Но опять же, он не... Оно не... Далеко он не ваншотает. Так, ну что будем делать, друг? Пэта осталось немного уже. Добро. Давай, пора. Есть. Все, это обьевать можно. Пусть, правда, взрывы будут. Да, успел убить. Там он еще взрывается перед тем, как умереть. Душа старого короля демонов. Щит поставил на бонусную экспу. 33 косаря. Ха-ха. Отдают за него обычно 27 500, кажется. Надо почаще делать эту штуку. Просто меняешь щит и профит. 20% тебе накидывается. Хорошо. Привет. Добрый вечер. Уважаемый, зажал записи в фадок. Ты ее уж критиковали. Там нет побед. Поэтому зачем ее выкладывать? Хоть я там и по очкам топ-1, но кому это интересно, блин. Так, можем вкинуть пару левелов. Но вообще уже нужно типа на понтифика идти или на танцовщицу идти. И то, и другое мне стремно. Очень весьма. Потому что... Ну, хотя на танцовщицу можно сходить. Давайте в храм огня. На танцовщицу хорошо тем, что сразу после этого можно неплохо грейдануть меч. Чуть ли не до плюс 10. То есть до плюс 9 грейдится. Очень быстро собираются осколки у храма с драконами. Плюс там эсту сразу валяется. Осколок кости тоже недалеко. Ну и еще лоскуть... Ой, в смысле этот... Ну, короче, зефирка даст. Да, плюс 10 грейд оружие. Скоро твои любимые боссы. Да, да, да. Души демона продаю. Я помню, что за нее можно топор на силу взять. Но мне 10 косарей экспы. Нужнее, чем... Чем этом. 48к. Там уже по 20 плюс за левел. Да, 20-ка. Два левела кинуть можно. Жизненная сила софткап. Пока что стойкость вообще базовая. Физическая мощь требуется, чтобы армор взять, по крайней мере, текущий. Я с текущим щитом не смогу. Плюс это сейв. Давайте ФЗЧ качаем. Пока защиту увеличим. И получим дополнительную возможность для... Да, вот как раз уложились. 70 перчаточки надели. Так, ну сейчас выбор. Либо на танцовщицу идем. Либо идем на... Понтифика. Мне кажется, на танцовщицу надо идти. Танцовщица у нас уязвима к тьме. Я ее убивал в прошлое прохождение. Без особых, так серьезных проблем. Был один момент, когда я затупил с перекатами. Можно пересмотреть видео для собственного... Для собственной уверенности. Для уверенности в собственных силах. Это не запрещено правилами спора. Может, на кону сейчас не только косарь евро, но и 700 баксов. Если я пройду игру в этот рай без смертей, то он будет бонус хороший. Да, давайте я сейчас посмотрю, как проходил танцовщица в прошлый раз. В прошлый раз. Вспомню движение. Это, кажется, было как раз последней записи. Танцовщица Изи Босс. Смотрите, это продолжение челленджа. Челленджи, да, челленджи. Так, это я уже ее прошел. Сейчас, секундочку. Это после понтифика. Я в прошлый раз на нее ходил после понтифика. Да, вот это я щит беру, который я вязать не могу. Это Йорм у нас падает. Волнуюсь, а перетанцовщица... А, вот она, танцовщица. Кажется, нашел. Да, нашел. Сейчас посмотрим вместе с вами. Посмотрим вместе с вами. Весь лотерик в твоих руках. Сохрани эту душу. Доспех был другой, но по характеристикам он приблизительно такой же. Щит абсолютно такой же. Меч другой, медленнее, но сильнее. То есть, надо делать серии, короче. Лучше закалочку сделать на вторую фазу. Кстати, да, может быть. Я сделаю закалочку сразу же. Вот, ну, бас. Выпад вперед. Ну, первая фаза довольно простая. Здесь блочится просто. Второй удар не попадает чаще всего. По 180 я наносил. Ей урона с этого меча. Захват. Тут хп у меня было больше. У выносливости было больше. Круг. Вокруг. Полукруг, точнее. Взрыв. Так, хорошо. У меня больше вторая фаза. Беспокой, захват. Вторая фаза. Надо бежать. Назад. Наверное, да. Беги. Беги. Ой, он не туда. А все, она уже докрутилась. Все. Что дальше? Выпад вперед. Короткий. Два удара. Вокруг. А, нет. Это уе. Закалочка. Не вижу. Это серия как раз. Не-не, не серия. Двойной удар. Это раз. Один, да? Удар сверху. Угу. Ой. Вот он. Вот он, серия. Не, не серия. Не серия. Короткий удар вперед. Сменяем можно. Блок. Вот она, серия. Это серия? Ну, понятно. Я там даже ничего не сблокировал. Это серия нормально все. Это прыжок. Сейчас блок на блок. Можно, да, поставить. Можно после этого зайти. Ой. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Не, я думаю, надо просто опять крутиться. Таргет с ними. Вот здесь я застрял, думаю. Да, видите, никуда перекатывался. Ну, короче, держим дистанцию. Провоцируем на прыжок. На короткие удары вперед. От серии просто уходим. Опять крутиться. И вот, когда она заканчивает крутилку, тоже можно спокойно... Опять крутиться. Вот как она заканчивает, можно к ней идти уже было. Добей ее уже. Добей. Я понял. Ес, ес, ес. Да что ты радуешься? Сейчас еще разок придется. Ладно, попробуем. До чего техника дошла. Ваши макеры тут и там показывают. Да, да, да. Хорошо. Ну, поехали к танцовщице. Осколков нет. ХП поменьше. Армор похуже несколько. Поехали. Миша сам не может. Ему понадобилась помощь майкера. Да, да, да. Не забывай про круговой удар после прыжка. Всегда ты говорил, что помнишь про него. Я всегда получал. Так мы же его видели два раза после этого. Он и блокируется, и перекатан, и спасается. Да, но надо помнить. Помнить, помнить. Выносливость я значительно меньше, из-за того, что я силу качаю в этом трае. Но благодаря силе у нас появляется метчик. Метчик, 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 метчик. Вот. Я даже с этим сражаюсь. Видите, как. Ладно, поехали. Не будем с рыцарями воевать. Да, перекат опять вместо... Поехали. С Богом, внимательно очень. На 220 вместо 180. Так, давайте... Наверное, хилю носим. Захват. Захват. Блокируется нормально все. Аккуратно. Блокируется нормально все. Нужно было... Там рыцарь. Ой. Опа. Сейчас я отопью... Отопьюсь лучше. Давай, короткий удар вперед. Прыжок. Взрыв. Не торопись. На блок возьми. Можно добить. Не нельзя добить. Выпей спокойно все. Есть. Все ровненько, спокойно. Я не умею выворачиваться от ударов во второй фазе в ноги, но... Но сочетание щита, хп, меча... Все дает мне возможности, которые позволяют... Вот этот... Молодец меня столько бесил, а вообще. Так он меня долго бесил. Стоял там, я думал впишется, не впишется. Козлина. Изи катка же. Да-да-да, изи катка же. Так, ну хорошо. Тогда давайте я предлагаю танцовщицу душу сбагрить, левелы повысить, пойти грейдануть меч, а потом уже на понтифика пойти. Ого, хорошо. Не, на самом деле щиты очень хорошие. Вот черного рыцаря, особенно подгрейженный. То есть стопроцентная физуха. Защита от огня 85. Баланс 66 после грейда. И как бы вот... А босс скоро будет? Да-да-да, на мобах тут... Это был босс. Так, 10к душ еще от танцовщицы. 83к еще на 3 левела хватит. Хороший вопрос, что сейчас качать? Может быть даже... Жизни надо качать. Наверное, компромисс между силой, который нужно довести до 40, это до капа, для меча и, соответственно, до щита. И... Жизни бы хорошо. Жизни уже растут не так активно. У меня можно, кстати, заменить кольцо... Кольцо на хп поставить, чтобы не бонусные души были. Пони Риппер поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Пони Риппер, спасибо. Он хотел шашлычка попробовать. Я возьму кольцо жизни все-таки, потому что выбираю между 10% бонусом от кольца и бонусом по здоровью. Ну, я получу... Вот смотрите, от левела я получил сейчас где-то плюс 36, а с кольцом я получу почти плюс 100. Поэтому лучше кольцо. Надежнее просто. Просто надежнее. Да, плюс 38 хп. Так и есть. Ну, я волновался, конечно. Возможно, зря, конечно, но... Но не лишним было. Поволноваться на танцовщице, которая убивала меня сотни раз. Полторы-две. Теперь наверх надо... Стоп, а как наверх-то? Я должен сначала поставить... Предмет. Во-первых, надо взять эстус. Эстус находится... Налево вот сюда уйти. Нужно хромовника будет убить. И спуститься на второй ярус. Хромовника лучше прям вот... Прям вот убивать его лучше. Потому что он может за тобой в лифт прыгнуть. Я его не бэкстебну, но, по крайней мере, может подойду незаметным. Он плотный, он сильный. Мы помним это. Бьюсь в блок. Понимаете, даже удар... Раз. Раз. Наверное, здесь и будем. А, ты дальше не идешь? Нет, идешь. Взрыв. Ах ты гад, а. Ха-ха-ха-ха, подлечился. Подлечился очень удачно он. Сюда я иду только для заряда эстуса. Вниз на необязательного босса я не пойду. Соответственно, нужно спрыгнуть... Но спрыгнуть, поднимаясь сверху вниз. Кажется, сюда все-таки. Не, прыгай, прыгай. Куда угодно тут можно прыгать. Только ради эстуса. Я его убил. Который лежит здесь. Вот, а дальше... Дальше, дальше, дальше... Наверное, косточки лучше. Может помочь ударь пробивания щита? Да, кстати, учитывая... Но я не уверен, что у щита черного рыцаря... Хотя нет, как раз у него владение оружием должно быть. Сейчас проверим. Да, у него владение оружием. Вот этот удар пробивает. Так, дальше лучше аккуратнее, потому что там рыцари. Один рыцарь с престом. И до следующего костра очень нужно аккуратно пройти. Потому что сначала один, потом... А, тут же еще у нас что-то вроде секретки. Вроде как. Или там спуск сверху как-то. Да, вот на втором ярусе там будет. Мне сюда. Сначала хорошо бы вырубить этого приста, который будет лечить постоянно. А потом уже через блок... Блин. Рыцарь сагрится по... По скрипту. Его будут постоянно лечить. Ладно, с одним-то мы справимся. Эй, стоять! Так, станлок на него работает. Это очень хорошо. Дальше не проходишь ты? Проходит. Не проходит. Читая. Воу! Да, урон, конечно, конский вообще. А, он дальше не может пройти. Вот таким вот ударом надо блок пробивать. Воу! Просто один удар. Минус треть хп. Здравствуйте. Добро. Там шорткат на босса. Этого хиллера гадкого убиваем. Можно было вообще ворваться, попытаться его забрать сразу же с двух ударов. Соответственно. Но если ты не успевал по каким-то причинам, или рыцарь успевал нанести удар, то начиналась битва очень-не очень. Так, тут справа прист. Здесь чувак с... Ставр-щитом. Дальше за ним еще идет друг с мечом. Причем после них, после этих рыцарей, все значительно проще. Идет значительно проще. Так, вхожу. Так, степ. С этим не попроще. У них удары более характерные. И... Вот. Видите, уже второй здесь. Хотя, блин, благодаря щиту черного можно и... Можно и блокировать все, что у них есть. Заходя в спину. Да, добро. Добро. Большие скиллуки цитонита меня, конечно, не устраивают, но... Сами куски, кажется, будут вот в следующей локации уже валиться. Как не играть оружие, все равно враги бьют больнее, в принципе, всех игроков. Он хилер стоит. Да. Так, здесь у нас костер. Должен быть где-то стенка скрытая. Насколько я помню... А, вот туда нужно просто побежать. Там щит на парирование. Сет. Так себе сет. Да и щит тоже весьма ситуативный. А, здесь пуск. Нет, 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 стоп, стоп, стоп. Мне казалось, что... Нет, тут-то прохода точно нет. А, проход в соседнем здании. Выбил щит из рыцаря. Да, 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 в самом начале трансляции. Причем мог умереть просто, выбивая. Так, это не мимик. Открываем спокойно. Капюшон молитвы, юбка сет молитвы. Слышите, рык. Это вот он. Вот и здесь должны уже осколки встречаться. Да, обломки титанита. Вот эти штуки мне нужны для грейда оружия. Скелетики очень слабенькие. По хп, по крайней мере. Урон наносят. Но здесь будут, конечно, враги подальше. Опасные. Справа будет неприятный очень босс. А, тут еще лучше. Добро, добро. А, и сверху стреляют чувак, который с хилками. Ой, отлично, я. Да, ё-моё. Не как я спецудар применить не могу. А как-то почему не умер? Первый удар. Так, это он. Что за армор? Да, покупной стандартный армор. Ох. Тот чувак довольно страшный. В прошлый раз он меня... Так, мерцающий тистанит. Он плотный, во-первых. И урон у него сопоставимый. Быстро и давать достаточно удары. Я бы его подкайтил сюда. О, бэкстепчик. Приятно. Еще бэкстепчик. Вообще шикарный. Он странно начал атаковать. Куда-то в сторону. Сразу подставил бок свой. И как следствие получил. А вот наверху как раз щит для парирования магических... Ну, заклинаний и сет. Здесь пробивается, кажется, эта стенка. Заходим. Всем добрый вечер. Продолжение Dark Souls. Я не хотел сегодня играть в Dark Souls. Шлем крылатого. Тяжелый доспех. Кстати, может быть какие-то элементы священный цветок. Это как раз баклер щит против магии. Крылатого рыцаря, да? Крылатого рыцаря. Чуть полегче на 0.1. Не шибко лучше. По крайней мере шлем. А вот перчатки тяжелее. Ну, хотя мне пофиг там на перчатки, смотрите. Даже то, что они тяжелее на 0.5. Ну, они и бонусы-то и дают не сильно много. А штанишки, что... Ну, штаны в принципе тяжелые. Надо сравнивать крылатого и изгнанника. А давайте перчатки тогда я надену. Раз мне вес позволяет. Так. 30к, да? 30к душ. На левел 1 хватит. Но я бы дошел до следующего костра. Тем более по дороге будет еще несколько обломков из титанита. Градануть меч на плюс 8, плюс 9. Желательно бы, конечно, побольше этих обломочков достать. Они... Вот, еще один. Молодцы, ребята. Там будет одно опасное место. Вообще, их несколько этих мест опасных. Ай. Опа-опа-опа-опа. Выпил сейчас, пока я могу лечиться, лечусь. Потому что сверху сейчас прилетит бомба. Да, забыл я про этого скелета, блин. Ох ты, их двое. Так, выкачу, выкачу, выкачу. Ой. Чего-то я думал, что... Да, блин. Давай-ка сюда и здесь будем. Если что, костер. Да, вот эти вот ручки, они, конечно, дикие. Нельзя. Нельзя. Не надо было сегодня удароваться, сыграть. Все. Да я знал, что надо к костру было, и от зря начал рисковать. И как только начал проводить серию ударов, видел, что я не добью одного. И все. Блин, капец. Ну да, 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 я перестарался. Слишком пожадничал. Это первый мой гуф на мобах. Ох, первый гуф на мобах. Ладно, давайте дальше. Черт. Кстати, следую. Эта попытка была не 11 часов, как прошлая 6. Хотя дошли практически по уровню туда же. На 10 левелов раньше остановилось. Не, никакого фуфа. Вначале просто. Я лучше поиграю в Dark Souls. Блин. Это ведь, да, да, да. Очень, очень неаккуратно я играл. Очень неаккуратно. Плакали мои 700 баксов. Бонусных за этот трай. Зачем? Ну как зачем? Я думал, сейчас 2-3 удара сделаю, убью одного. Второй не добьет меня за один удар. И справлюсь с ним. Ошибка. Так, может класс выберем. Поближе к... Так, надо количество попыток изменить. Это уже 7-ой трай будет. 6 смертей. Не, я не хочу мага. Не хочу мага. 700 бачей проиграл. Не проиграл, а не получил. Я не буду... Ну, то есть я не буду... Мне их не надо никому платить. Но... Да. Не получил. Так, в принципе, что мне... Что мне нужно по... По классу. Если прям играть в тот же самый билет, что я в прошлый раз. Но без лишних тем. Вообще, в идеале, нищего брать. Уровень 1-ой характеристики хорошие. А давайте посчитаем. Например, мы сравниваем нашего воина, который уровня 7-ого. То есть он потратил... Сколько получается статов? Он потратил, получается... Ну, 6 статов экстра получается он потратил. Сумма всех статов. Все по десятке. Окей. То есть это 0, это плюс 3. Это плюс 6. Девяточка минус 1. 8. 7. 6. 5. Разницы нет. То есть все статы правильно. То есть если ты собираешься качать... Да, они еще не очень подходят. Потому что... Некоторые статы прокачаны, которые не нужны. То есть надо найти класс. С ней низшим, например, интеллектом и верой. И кажется, это воин, который и был. Да, тут интеллект. Ну, вот есть еще рыцарь, в общем-то. Физическое, жизненное. Он 9-го левела еще. Не, воин ближе всего. То есть и жизненная сила прокачана, и стойкость правильная. Сила сразу же 16. Ну, я, наверное, через асторочку буду. Чтобы быстрее пройти до темного клинка. Ну, если ты через асторочку, может быть, сразу взять. Ну, какая разница, докачаем и все. Клирик или воин? Тут перекачанная вера у клирика. И ученость не нужная. Да нет, воин, воин. Под тот билд, который я выбираю, воин лучше. Эх, на мобах умер, на мобах умер зря. Причем правильно оценил, что опасно. Получил такой, получил сякой удар, отступил. Попробовал, еще получил, еще отступил. И когда уже принял решение о том, что надо обменяться ударами, собственно, и обменялся. Собственно, и обменялся. Еще я в этом прохождении попробую побыстрее пробежать. Ну, короче, сразу после скелета, после этих браслетов, пойду вниз за титанитами и сделаю грейд. И, возможно, сразу пойду на танцовщицу. То есть, в эритил, может, даже не пойду так быстро. И туда уже приду с мячом плюс 9. Так обидно, Мишка. Да не говори. Причем я чувствовал, что не совсем верно настроен на сегодняшнюю трансляцию. Ну, по делам мне. Это какой у нас зефирка? Давайте зефирка номер 7 пусть будет, да? Погребальный дар. Беру, естественно, черную огненную бомбу и поехали. Всем добра. Опять гуф? Нет. Какой гуф? С чего ты взял? Обожаю риторические вопросы сразу после трагедии. Он что, умер? Опоздавшим нужно сразу штрафного леща прописывать. Вот где вы были, когда я умирал? Где вы были? Какое ваше оправдание вообще? Удача и спокойное терпение все получится в этот раз. Да, да. Я, наверное, все-таки зефирку похороню. Пофиг на этот плюс 10. Хотя, ну, доспехов у зефирки получше, да. Доспехов у зефирки получше. Чуть-чуть. Сейчас, главное, на гундире не объехать. Как я люблю. Добро. Почему мы тебя не убедили играть в Уфа? Не факт, что в следующий раз я бы не умер там же или раньше. То есть, ну, да. Да, это все вы виноваты. На самом деле, конечно, нет. Надо просто правильнее, с более правильным настроем подходить. То есть, страховка никогда не бывает лишней в Dark Souls. И если вот... Это же был не спонтанный губ. Это был не прыжок с крыши. Это был не ваншот. То есть, я систематически получал по лицу. Просто вот систематически. Раз за разом получал. И при этом, получив там 2-3 раза, осознанно принял решение пойти и все равно зарубиться. И вот такого быть не должно. Ну, не должно просто. Вариантов там развития событий масса. То есть, ты отступаешь к костру, тыкаешь на костер, ты... все нормально. И идешь спокойно, их по одному вымаливаешь. Но, если честно, я не знал, что там вообще... Там их... Так, просто походи, походи. Ходи, я сейчас вот клубочком, пожалуйста. Клубочком. Я далеко, смотри, как далеко. Да, молодец. Молодец! Умная ящерка. Только мертвая. Ты опытный боец, настрой. Настрой на настрой уже пора, да. Настрой на настрой. Зайдем за бомбами. Гундира, конечно, надо попытаться... Ну, не обязательно, конечно, без бомб его убить. Но подамажить его при переходе из одной стадии во вторую лишним точно не будет. Кстати, еще можно попробовать поменять... Поменять прыжок. Ну, хорош, ну. Ну, поменять прыжок на другую кнопку. А то у меня перекат и прыжок, это... Одна и та же хрень. И в результате я иногда просто не прыгаю. Вот позапрошлый гуф, когда с крыши сорвался, это как раз из-за того, что я перекатился вместо того, чтобы прыгнуть. А там я мог допрыгнуть. И мог. То есть, да, давайте сейчас, наверное, еще подки поменяем. Вот это придумать... Придумать все-таки и на прыжок. А то у меня все под руками занято. А контрол у нас на что? Контрол не на что. Да, контрол хорошо зайдет. Хорошо. Таким мечом... Я начну с Арстоцки. Пофиг, что придется потратить какое-то количество веры. Там, три единицы веры. Но зато Асторский меч появляется очень рано. Вот. И он... Ну, он реально хорош. Не нужно там мучиться. Так, а можно менюшечку открыть? Да, клавиатура. Клавиатура. Конфигурация. Вон, прыжок на пробел, перекат на пробел. Прыжок на контрол. Ходьба на контрол. А, вот так вот у меня ходьба. А на шифт у меня что? Ничего. Вот пусть будем ходить. Будем ходить на шифт. Здесь снова удары, потому что мы в двух кругах. Сейчас проверим заодно. Да. Ну, я не туда прыгнул, но главное, что прыжок сработал. Сейчас вернемся, там титанит. Да, зря я так отдался на этих двуручках. Причем я не помню, что там... Я помню, что там с топором чувак, но не помню, что там с копьем. Может быть, с копьем приджонился вообще слева. У меня такое подозрение, что он пришел просто... Ай! То влево, то вправо, не туда. Не меняя память в руках. В смысле, это вопрос привычки. Я поэтому и изменил именно со старта бим. Потому что, если бы у меня, например, не было проблем с контролем, я, скорее всего, бы не гуртался с крыши. Я бы допрыгнул там. Если вы запись посмотрите, там перекат вместо прыжка. А прыгать там совсем недалеко. Ладно, хорошо. Гундир так гундир. Ставим, в общем, бомбы. Ой, там сзади еще должен кто-то подходить, да? Убираем эстус ненужный. Ну и старый знакомый. Наш. Больше всего я расстроен тем, что сейчас новые люди будут приходить. И знаете, что они будут в первую очередь спрашивать? Вы их стыдите? Что, мол... А, достал. Неожиданно достал. Ну, прыгай уже, чувак. Ладно, я... Ну, конечно. Я не мог не пропустить. Хорош. и зима увернулся от всех ударов на второй фазе кроме самого первого ну и бомбами из изгибали еще оставили специально одну черную бомбу для того чтобы на титанит и и обменять хорошо молодцы эксперта да привет был гуф был гуф был гуф напишите уже в сообщении дня гуф и ссылку чтобы я лишний раз не расстраивался виде повторяющиеся сообщения удивлены что был уже гуф я только подключился как так чего так рано ненависть и презрение когда я читаю такие комментарии не знаю как объяснить это скорее всего негативный якорь то есть меня такими сообщениями возвращают в болезненный опыт прошлого когда я возвращаться не хочу я буду ненавидеть тех кто так поступает можно так ну проходочка в самом начале она да ёпп рс пёс он еще жив представляете вроде как нет хп улетел другой горит нельзя такие так ставлю эстас заберусь наверх там тоже уголек уга уга уголек сидит ждет не встает а если на катаниста пойдешь он привстанет и пойдет да может быть имеет смысл как-то разыгрываться перед тем как идти в новую локу чтобы вспомнить движение чтобы вспомнить удары так сейчас естественно идем наверх пробуем с минимальным количеством попыток забраться запрыгнуть на крышу скидываем себя ненужные вещи и запрыгиваем тдмм поддержал ваш канал на и 100 рублей миша бросай эту ерунду голов героев героев 17 частей парагон рановато прыгаю то есть поздновато сейчас прыгаем а ну я же прыгаю на другую кнопку у меня теперь новая кнопка я привычка блин вот надо избавляться действительно сейчас и потренируемся ха говорится урон очте петра можешь не удалить а просто просто мочкануть человека за такое просто сразу по фыве на 30 дней что не пятница может он выпил уже но так с незнакомым человеком себя вести это не очень хорошо так по мне так берем пушки идем за мерцайкой спасибо большой лед весят такие люди бом-бом-бом-бом-бом да асторг асторг играет сразу не жалеем насколько в титанитов тем более что дальше они продаются и больше в больших количеств попадают просто из мобов подбирать ничего не нужно можно было сразу разворачиваться и бежать тут у нас с туз перераспределяем с создаем еще дополнительный заряд вкидываем хп потом за секирой через мимика и наверное сразу на босса а нет через с туз с асторгой и потом на босса свин 117 поддержал ваш канал на сумму 117 рублей ты что умер как так что произошло можно я там уф его смешно конечно осколок эстиса так собираем обломок титанита 1 и большой осколок титанита 2 добра вы за донат вы вы не за донат так 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 колечко ок сейчас пролетим я думаю просто пролетим это все делом на старте обломки конечно лучше не скипать и с бомбами по возможности темных убивать ставим мечик и звезда солнечный доспех можно получить зачем мне солнечный доспех он не такой тяжелый и не такой ну я через другой билд играем и нужны тяжелые доспехи распределяем остус укрепляем остус вкидываем хп может быть сразу по до 100 ручку кстати может быть правда придется 4 лавила сразу в кинуть я по хп пострадаю но с другой стороны на давай проверим так там вера ловкость десятка вера двенашка вот так вот сделаем поехали тебе донаты тэфы во все правильные наверное собери на кану кану деньга рёсбёрстом понятно да надо было серьезнее относиться к началу и не рисковать когда он когда риск был уже весьма такой ощутимый я согласен зажигаем здесь костер может сразу пойти обломок станита взять вот этого лучника убить и прямо по курсу с этим врагом на добивание сначала секиру а потом уже по их душу пойдем так оружие в две руки пожалуй тем более пока рыцарь вверх хорошо да кстати было репост судя по звукам добром добро наверху бинокль на заранее стадии его надо продать здесь больше ничего в принципе сюда то можно было и не идти на самом деле вот этого быстрые удары вошли с кинжалом и засаде ну точнее он просто с кинжалом 1 1 надеюсь вот это эти три очка в веру они не будут сильно критичным с другой стороны у меня значительно убыстряют прохождение я хотел обувь взять взял блин дубину не боюсь за косарь можно погореть поехали дальше а дальше у нас мимик мимик перекаты черт не мимик это у нас перекаты работаем захват не успевает ударять как временное оружие до асторски берем глубинную секиру она действительно хороша потому что сразу заряжен ну сейчас наверно пойду сразу к астор очки к астор очки к астор очки но на рыцаре да она помогает она ничего блока очень сильно помогает когда обходишь его с с фланга так уголек отлично сверху откроем сейчас остальные вещи солдат вряд ли у нас чешется фигуфу не иначе умеет ли смысл заходить наверх я наверно просто зажгу костер но не буду отдыхать на нем возьму титанит за углом и пойду сразу же в сторону асторские эстуса и босса соответственно на босса можно было бы и сходить к всем могу сходить на босса в общем то так а что у нас здесь главное не свалиться огненная бомба очень хорошо огненная бомба мне как раз сейчас понадобится на этом товарищи так 5 эстусов эстуса уже успели зарядиться прикольно еще огненные огненные бомбы это добром надо 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 три четыре воу 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 не 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 нет я понял что не заберусь там по этой лестнице и очень вовремя перекатился от удара который уже шел очень-очень вовремя михаил да 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 здесь не добить а а именно шифт был сильный удар а я на шифт ходить бу поставил да косяк поменял ход кей на прыжок называется ладно прольемся как-нибудь еще огненные бомбы хорошо штаны дезертира и забегаем пока нет рыцаря сразу в сторону осколком таргет сразу не поставился ну давай друг ой долгит долгит топорик хорош дает такие микросанчики тоже ну что сразу за асторский асторский пока а из того же выпадает еще этот заточка под асторский мне в любом случае придется вернуться домой еще на костер для того чтобы для того чтобы к тому же кум обернуться сердце просто замирает когда-то под гравитом понимаете ооо хорошо тут рвануло так серьезно сзади я вижу врага его пропускаем ооо чертов таргет блин там еще заподняли не 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 куда я пошел ой 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 такой же меня просто убил ой да брось Да твою мать Что за таргет Смотри на него Скотина, блин, тупая Вообще, мне достало эта хрень Когда тебя разворачивает на 360-180 градусов, блин Поворачиваешься, ставишь, он хопа И в окно смотрит Я в шоке просто, уже раз, наверное, пятый За последние пять минут Такой клевый таргет, блин Ну вы видели сами, то есть я разворачиваюсь Противника, ставлю таргет, меня разворачивает В противоположную сторону, я получаю сзади Удар по спине, естественно, получаю Фух Жесть какая, а Просто жесть Как реально можно Вот на таком можно бухнуть На таком В окне-то классный вид, да-да-да Так, там же еще один упырь Ходит, бродит Ладно, давай к нему так спустимся В любом случае, надо будет пробежать от костра К жуку Это совсем близко, но тем не менее Очень нужно Беру эстус ХПшечку еще качну А, здесь еще осколок тетанита В принципе, тот враг мне особо не нужен Мне нужен ключ у пса Пригодится колечко Можно домой идти уже Ну вот просто Я раза два Вот когда В рамках этого сражения Ставил таргет и меня разворачивал В противоположное направление Это прям Прям беда Действительно беда При том, что ты должен поставить таргет И, например, взять удар на блок Ну или просто держать противника в поле зрения Чтобы видеть, там, перекатиться тебе или еще А так тебя разворачивает И ты не видишь, что сзади происходит С тебя Просто не видишь, что сзади И все, и понеслась Ой, я про угли забыл У меня же там пять углей Ё-моё Пять углей это пять косарей Бинокль еще за 300 Это заблуждение бессрав Так, укрепляем фляжку с эстусом И асторский меч Один раз только Затачиваем Увы Только один Плюс еще нужно на него Ап Может я тогда за титанитом схожу К одному из черных товарищей Ну вот Который На мосту Но сначала в любом случае За самоцветом Может быть титанит выпадет второй раз Из-за этого же черного товарища Вероятность есть Конечно же Но маленькая Спускаемся сюда Я души не потратил Это косяк Не надо так Это ошибка Такая грубая Этого желательно сразу убивать Просто и все Чтобы не было проблем Да блин Опасно Да грубый самоцвет Теперь наверное вернуться Потому что оттуда Или как Да оттуда надо Проходить Либо через костер уже Так ближе наверное даже Через костер Через костер ближе Давай косточку И надо было в храм вернуться Для того чтобы вкачать хп А то ведь 14к на руках А хп не так много Нет И так справлюсь Фактически одного же моба Надо убить Это не тот костер Который ты ищешь Тебе нужен тот Что повыше Опять гуф что ли Еще один Видите опоздал на стрим Пропустил гуф И возвращает меня Вопросами к Гуфу В Message of the Day Был Есть запись Все уже в курсе Мы за это вообще Филу прописываем Почти вслепую Ух ты Как я съехал то Непонятно почему Что за таргет Что за таргет Вот с двумя Как-то не хочется Сражаться Так Согрел только Пса Беру его на блок Оооо Еще один скелет Подходит Да ладно Окей Вот такая вот пара Она убила Хорошо Хватает ударов Ну а со сторочкой Будет вообще весело У нас такой проходной меч Ой Да Таргет такой Прям Прям Прекрасный таргет Опять меня он повернул В противоположном направлении Без понятия Почему так случилось Без понятия Он меня Развернул Зачем-то Как-то Я буду закидывать Поэтому я буду закидывать 8-20 Добиваем все разница так добегаю точу сделаю плюс 2 беру соответственно меч вкидываю в хп и доубиваю босса следующая локация может танцовщицу сразу объем не потому что игра сделана по стике кнопка таргета еще быстрый поворот на 180 градусов а как отключить эту хрень капец вот я прозрел это отменить то вообще можно реально кнопку кнопки второе значение есть разворот на 180 градусов точнее в сторону взгляда на тебя разворачивает да даем уголек я уже смирился вот с этим курсором который новые сообщения ниже который выходит за пределы управление там подправил так асторский меч плюс 2 теперь закаляем его грубым получаем оружие с уроном 200 быстрее чем топору топора тьма 100 100 а тут просто пять ударов они 4 теперь хп осталось скачать пока не забыл подруга как у тебя дела даривал веревель раз два три четыре до 20 левела 24 единичка побежали на босса миша тебе об этом писали 5 трансляции 5 назад но ты это проигнорировал скорее я просто не увидел то есть я же не читаю все сообщения к сожалению в чатике но в этом траве какой план на игру план следующий по оружию через асторский в темный ну меч тьмы соответственно в а я не взял щит получше взял очень рано пойдем сразу после скелета в болото за большими осколками для того чтобы сделать очень быстро мощную пушку которая поможет который поможет вот ты на баса надо еще к кольцу за 2к спрыгнуть наверное хороший лут внизу угли пособираем главное не свалить и совсем обманная бомба спрыгнули выкли пошел уголь да-да-да хороший меч секирой было бы дольше поверьте не буду брать сзади рапиру он достаточно дешевая а вот что у нас справа имеет ли смысл идти вообще на правом кажется не там шутка подмем наверх станет я там и так взял думаю что ударю его первым на деле получилось фигня что друг пора умирать добро со сторочкой босс улетает тоже великолепно урон хороший просто хороший урон у пушки в определенный момент правда придется экономить титаниты чтобы при появлении черного клинка у меня было достаточно количество и мелких осколков и больших но главным образом ну чего ох ох а этот удар я этот удар я тоже не помнил а вот это фазы уже послали выпить успею интересно ну беги ты че ай-яй-яй я помню тебе дышать будем дышать непонятно будем не будем о это не дыхание да ё-моё стоп 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 не расслабляйся вытал что тут я злой ооооооооооооу оооооооооооооооооу миша ну а не ответе 1 1 боссер серия и все до свидания Чё-то я расслабился вообще, сегодня не мой день по дарксоусу, явно, блин, просто явно, просто спустя рукава, вот, всё, делаю Не надо так Этот босс не дышит, если осталось 25% хп, понял, не знал Да, достал Да, с двумя и с лучником сражаться, конечно, придумал клёво Пойдёмте лучника сначала заберём, этого упыря Потом уже будем разбираться Откуда хп, друзья? Да ты слабко Я, в общем-то, тоже небыстрый Даже на эксперта пишут, не играй, если не прёт Да, может быть, не стоит Ай, щит зря поставил Изи Не, не изи Там второй уже подходит Ребята, ребята, ну, ребята, ну, я ж Достал Да, второй всё ещё идёт О, нифига себе Чё, не пройти дальше? You shall not pass Ну, босс, ну давай, давай, вот они, руки, давай, нападай Давай, нападай ну что ты можешь ничто не можешь дошел он может на танцовщицу пойти сразу убить им отлично завершение трансляции под арксос будет соблазн велик не ну это одна смерть это же смерть михаил гоу на танцовщицу гоу на танцовщицу на танцовщицу на танцовщицу щит хреновый выносливости нет пушка так себе надо было танцовщицу 2 босса какая разница это же не проверенная информация что она станет становится сильнее да сегодня не день dark souls не день dark souls код бесса ты не расстроишься если я сегодня другое постримали вас нет отлично цены решено эту коротенькую запись в назидание подобных потомкам я оставлю и выложу для того чтобы просто и для себя запомнить и остальным показать что надо ответственнее подходить к выполнению челленджи не стоит это делать в конце клевого рабочего дня в кавычках клевого не стоит это делать когда у тебя настроение не очень хорошее чтобы в следующий раз ты скотина я себе говорю ты повторяю скотина играл внимательно и осторожно что до сих пор было ну 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 ну